Кто был, не был готов. Ну, кроме тех людей, кто, конечно, смотрел подкаст вчера и, по-моему, об этом пытался какой-то инсайт дать Женя, хотя не уверен. Короче, штрафные у нас пока Краснюк. В АБЛ, потому что пропустил первый тур. Вот, и вон все, он уже играет с второго. Савочкин против Краснюка. И на кейте на ногах, мое почтение. Савочкин, ну х***. Селезнев. Салямин. Савочкин, ну просто душит Савка в нем энергия. Вообще, чем он питается? Чем они его кормят? Обещали мне Коновалы выйти замуж или чем? Я не знаю. Ладно, это была плохая шутка, прошу прощения. Селезнев. Селезнев неплохо на ногах остановил Савочкина. Краб. Ну, надо пристрелять с Евгением. Человек без практики был все лето, я так понимаю. И, конечно, ему нужно... Хороший Салямин. Хороший Салямин. Отлично убежал. Быстрый прорыв. И у меня реализовал. Лэйап. 5-4. Флэйм впереди. Не будет легкой прогулки, по крайней мере, на первых, для баскетболистов команды Джорджия. Хотя, конечно, Атон Савочкин, наверное, с этим не согласен. Рубцов. Фирма у него и слегка слетела, то, ну, скорее восстановится там в течение пары недель и так далее. Может, гораздо все и лучше. Может, и раньше становится. Ну, конечно, когда вот... Мне, конечно, Савочкин должен стать одним из первых людей ВБЛ, кто станет VP в детских веденах сразу. Так, потеря. Смирнов, новый лук. Опа. Початки. Все, под контролем. Рубцов. Рубцов. Надо... Нужно помочь. Нужно помочь девятому номеру Джамболла. Я прошу прощения у Liberty Flames. Все-таки, блин, играет в форме Джамболла. По сути, второй состав Джамболла. Ну, я понял, что не Флэйп, а не Джамболл. Ну, ладно. Постарайся себя больше не называть, если им обидно. Клиенту 0-7 нужно собраться, пока не все у него получается в этом матче. Но он только вышел в игру, нормально. У него еще будет время, чтобы немножко размяться. Так, ну, Краснюк машина. Я не сомневался в дивизионе. Вот. И я, честно говоря, скептически относился к атакующему потенциалу Флэймс. При всей моей любви к этой команде. Но пока на старте они здорово... Должен мячу деваться-то некуда. Тут не повезло. Не повезло. Смолисту Флэймс, ну, реально, на самом деле, хорош Серега. Первый матч против Майами. Вот сейчас Василий вышел из скамейки. Может утилить игру в атаке, безусловно. Так, Бонн что-то видение не потерял, но нормально. Увидел Смирнова в углу. Влад, это крутой три. Савочкин. Смирнов. Эх, еще Бычковский не доехал. Посмотрел бы я эту троицу. Но есть шажал. Есть такая его мини-копия в защите. В атаке, конечно, это не. Трио в миниатюре. Реализует первый штрафной Савочкин. Да. Второй выплевывает кольцо. Не захотела. Недружелюбно. Тай, Смирнов. Проходит, но лук. Видите, не договорился с кольцом мяч. Такое бывает. Васильев. Хороший мог быть перевод. Но Васильев решил сам бросить. В районе 12 очков. И что-то в районе 80 подборов. Ну, в принципе, сейчас будет пауза. Я посмотрю, если я перестаня к первому матчу, чтобы не соврать. Но вот у него была лучшая старта. Вместе с Васильевым. Крамин. Боб. Хайлайт звездку жмил. О-хо-хо. Александр Салямин. Что происходит? Перестрелочка. Сейчас я прям официально говорю. Ну, спасибо. Спасибо. Краснюк. Да что ж так. Но не бросок. Салямин. Так. Бонд. Крапивин. Подожди, когда партнер откроется. Отличный перевод на слабую сторону. Разворот от Бонда. Смирнов открытый отрех. Жели подустали. Бастболисты Либерти. Ну, им очень тяжело будет. И мощь тяжело будет. Потому что Бондоги могут в таком темпе играть очень долго. Очень. Откуда взялся еще и в игре не отчас ставил. Ну, Смирнов это просто машина. Крапс. Но пас наденка в темп был идеальный. Салочкин. Шажал. Кодомский. Шажал. Шажал. Разворот. Ну, а Либерти Флэйвс, они же бывшие джамбола. Они когда-то сделали на этом себе имя. Своей очень жесткой дрожь защите. И своим Бэтмена, если бы Бэнафрич мечтал в природе. Это все про Влада. Салочкин. Зрители, где комментарии? Жаришку смотрим. Отличная игра. Флэйв пока не сдаются. На удивление держат темп. Усокие молодцы, ребята. Волошин отряд за... Ну, после трешки от Волошины, по логике, должна трешка Кошкина последовать, мне кажется. В принципе, логично. Снова поджимает, снова поджимает Бульдоги. Прессуют, а не Краснюхая теряет мяч на Кенти. Смирнов даже ничего не сделал. Да-то Смирнова не за горами. Однозначно не за горами. А если еще партнером реализовывали боевые ассисты, мог бы быть три по-дабу быть. Так, что там у Смирнова? Что угодно может быть. Акулин. Соперника просто опоздал, Максим. Вот оно что. Акулин. Ну, ничего себе от кольца. Кольца убить чего? И без Акулина. Астродуктс так и не приехал. Ну, так вот. На Флэмс проиграл. Достаточно, как-то, знаете, буфнично. Почти без шанса проиграл в Майами. Я ждал. Немножко уровень ожиданий у меня снизился от Флэмс. А они сегодня какие молодцы, а? Они снова показывают тех самых Флэмска, за которых мы любили Джамбо в прошлом сезоне. Команда борется. Красневук. Акулин, Акулин был готов уже для обратной передачи. Нормально, нормально. На самом деле очень странная техника, но он забивает, потому что год назад он не забивал при этом. А сейчас, видите, уверенно штраф реализовал. Наденка Ката Трубцова. Не точно она. Прибылся Савочкин, пришел из ниоткуда просто краб. В общем, пипец. Состав бульдогов стал не только, он не стал слабее, он стал сильнее даже. Дивизионы Китс, дивизионы детские. И, скорее всего, добавится еще пара мужских дивизионов дополнительных. Дополнительный набор команд. Но эти дивизионы... Максим, по-моему, он похудел. По-моему, он похудел, он сбросил вес. А когда большие сбрасывают вес и становятся более мобильными, это всегда страшно. Вопрос по поводу молодости, потому что, наверное, корректно будет задать вопрос, какой самый молодой игрок, играющий. Потому что в заявках... Продолжаю восхищаться командой Флэйкс. Безусловно. Отличные, отличные у нас... Отличные у нас на статистическом мостике. Безусловно. Виталий, ну вы продолжаете задавать энциклопедические вопросы. Вы тоже в районе 214-215 сантиметров. Ну вот, Тимачук и Пересыпкин. Я думаю, что у них от 214 до 217 рост на сантиметр. На ДНК-1 у него есть и в арсенале, но... Умница, хорошо, хорошо играет до конца. Семь-семь-мой. Опа, агент на 07, бот. Фору дают. Разочек уже дали фору. Маски-балюсты Джорджи и поплатились. Ну там, правда, не совсем была фора, там скорее, наоборот, все Джонс дал фору. Играть не так, как хотелось бы. Я не понимаю, как вы имеете в составе Савочкина, Смирнова, Бычковского. Можно так плохо играть в защите. Ну, неплохо, но много пропускать. Немыслимое это, не мой сагон. Фактически понимают друг друга, как... Удачно. Кисенко, Селезнев. Васильев открывается, Пасилизнев. Скидка отличная. Бондаренко обыгрывает. Но там опасно, и он теряет мяч на видении. Что-то с Бондом не так. Возможно, надо Бонда заменить на Кошкина. Я, конечно, великаю, какая передача. Савочкин убегает в быстрый прорыв. Ух ты, Эдуан для Антона Савочкина. Телезнев для него не проблема. Руслов на опыте. На опыте, но опасно. На тоненького, очень на тоненького. Атака здесь была чуть поменьше скамейка. Не было Краснюка, души команды. Не было, я думаю, оптимальных кондиций. Сейчас видно, что ребята вот... Краб. Сейчас игрок Джорджи, так что владение останется у Либерти. Селезнев. Писенко. Встреча в игре. Ну какая умница, Влад. Какая дисциплинированная. Все спросил у Никиты Разина. Могу я продолжить игру? Какой вежливый мальчик. Ух ты. Не останется времени это сделать. Похоже на финальный рывок. Либо сейчас, либо никогда. Надо комбетчить Либерти. Неплохо в целом, но защите многовато пропустили. Наговато. Несмотря на какое-то безумное количество перехваток, которые на двоих сконвертировали, Смирнов и... Не устроил. Так, не реализую первую штрафную Екатерина. Есть у нее еще вторая попытка. ФМС реально молодцы. Потому что 3,5-четверти бороться практически до равных, там уступая немножко сопернику такого уровня, который будет претендовать на чемпионство, это реально похвально. Это реально похвально. Это похвально. Это еще не было Стародубцева. Терпический человек, который будет вот всех забивать в этой каваде.